В эфире новости Дагестан, в студии Ларьяна Шамкалаева. Здравствуйте! В начале коротко о главном. Еще одна гидроэлектростанция на реке Аварская Койсу в течение пяти лет построит Магохскую ГЭС. День кадета. 17 февраля. Памятную дату отмечали в России. Об акции, которая прошла в Махачкале, расскажем в выпуске. Осталось 10 дней. Дагестанские самбисты проводят заключительные тренировки перед чемпионатом России по самбо. На Аварском Койсу до конца 2028 года построят Магохскую гидроэлектростанцию. Ее мощность более 49 мегаватт. В год она будет вырабатывать 176 миллионов киловатт возобновляемой экологически чистой электроэнергии. Как пояснил председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов, общая площадь всех земельных участков для реализации проекта составляет более 136 гектар. Объекты будут располагаться на территории Унсукульского и Гергебельского районов. Сумма инвестиций составит почти 13,5 миллиардов рублей. Это очень значимое событие для Дагестана, можно сказать, историческое. Последний раз новые энергетические мощности на территории республики вводились 8 лет назад. Республика развивается из года в год, растет потребление электроэнергии. И вот новых генерирующих мощностей сегодня позволит повысить надежность энергосистемы Дагестана и сбалансировать ее структуру. Напомним, соглашение о строительстве данной ГЭС в декабре прошлого года подписали Сергей Меликов и председатель правления, гендиректор компании «Русгидро» Виктор Хмарин. 17 февраля отмечается День российского кадета. На приуроченное к этой дате мероприятие, прошедшее в Махачкале, прибыл Ирис Вангазимагомедов. Глава города вместе с воспитанниками Дагестанского кадетского корпуса посетил выставку «Украина на разломе эпох». После отметил в разговоре с журналистами важность таких мероприятий в деле патриотического воспитания подрастающего поколения. Я считаю, что сюда год несколько раз детьми, учителя, педагоги должны приходить. Это на самом деле незабываемое, потому что детям надо еще не только пройтись, им надо дать время, чтобы они сами прошлись, что им интересно посмотрели. Патриотическое воспитание – это основа всего образовательного процесса, не только кадетов, но и для других общеобразовательных школ. Особое впечатление у градоначальника вызвали стенды с картинами Мариуполя в дни освобождения города. Я когда Мариуполь увидел, я сохранил ее в память и сразу в Сталинград пришел. В Сталинграде тоже не было ни одного целого здания, ни одного дома, которого ни полу не разрушили. Но то же самое, одна улица где-то осталась в частном секторе, остальное все было практически разрушено в Мариуполе. Также на мероприятии наградили особо отличившихся учителей кадетского корпуса, завершилось все праздничным концертом. Более 770 миллионов рублей составил оборот розничной торговли в Республике Дагестан. Статистические данные с января по декабрь прошлого года приводят Министерство промышленности и торговли региона. По этому показателю мы лидеры в Северокавказском федеральном округе. Свой вклад в розничную торговлю Дагестана привносят и ставшие традиционными сельскохозяйственные ярмарки. Одна из таких пройдет 4 марта в Махачкале. Организатором акции выступил Минсельхоз при содействии мэрии столицы. Торговая площадка традиционно будет расположена по улице Пушкина, от пересечения с улицей Яракского и до Ливаневского. Посетители смогут приобрести качественную и экологически чистую продукцию от отечественных производителей по доступным ценам. К другим темам накануне в мечетях Дагестана прошли духовно-образовательные мероприятия. Они были посвящены исторической ночи перенесения пророка Мухаммада, мир ему и благословения, из Мекки в Иерусалим и его вознесения в небеса. Один из крупных маджлисов состоялся в Махачкале. Тысячи верующих собрались, чтобы вместе воздать хвалу Всевышнему и благословить его посланника. В рамках мероприятия перед горожанами выступили известные ученые-богословы. Благословенную ночь Али-Исрау Аль-Миарадь Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля одарил нас великим благом, пятикратной молитвой. Намаз является самым лучшим деянием, которое человек совершает телом. Является вторым столпом ислама после шагады. И намаз это самое первое, за что нас будут отчитывать в судный день из наших деяний. И одной из важных достоинств намаза является то, что награда за коллективный намаз она намного превосходит, чем за намаз, совершенный в одиночку. В течение этой ночи произошли великие, величайшие события, которые послужили вдохновением, не только вдохновением для души пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, но еще послужили его заключительной подготовкой к великой миссии пророка для всего человечества. Это вы очень много слышите из мимбаров, из хутов. И многое мы пропускаем мимо ушей. И сегодня пусть эта ночь, это самая достойная ночь возобновления своей клятвы верности всему тому, что мы слышим из уст посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Пусть Всевышний Аллах сделает, обновит иман в сердцах каждого из нас и вернет нас на истинный путь, ибо Всевышний Аллах в этом мире ежегодно нам напоминает своими ударами, своей плетью напоминания о том, что нет высшей силы его могущества, и от его гнева и кары нам никуда не уйти. Поэтому пока нас не содрогнуло, пока нас не ударило, давайте вернемся к раскаянию, давайте попросим прощения друг у друга и станем настоящими мусульманами. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. И о спорте. Наработки, приемов, спарринги и полная боевая готовность. Дагестанские самбисты выступят на чемпионате России в Перми. До старта соревнований остается 10 дней. О том, в какой форме главному турниру этого сезона подходят наши ведущие спортсмены, узнавал Курбан Рагимов. Каждый прием отточен до автоматизма. Вершину главных внутренних соревнований по боевому самбо Мухтар Гамзаев попытается покорить в четвертый раз. Ученик Зайнулава и Расула Гасанхановых – один из самых опытных в команде. Он дважды был чемпионом мира, только на последнем мундиале стал третьим и теперь намерен исправить ошибки. Надо было побеждать верно. У нас счет был 1-0, и это был очень близкий счет, и надо было побеждать верно. Но, видите, случилось то, что случилось, и я стараюсь забыть об этом, и Новый год идти за новыми победами. То есть ты будешь злее сейчас, да? Да, я хочу доказать, что самому себе доказать, что в прошлом году это была ошибка. Задача, конечно, только выигрывать, становиться чемпионом. Я на все соревнования настраиваюсь, готовлюсь, чтобы только побеждать и тренируюсь для этого усердно. Гамзаев и его команда тренируются в школе имени Газимагомеда Ахмедова. Этот небольшой зал на два ковра подарил республике целую плеяду чемпионов. Вот уже более 15 лет воспитанники спортшколы, известной в народе как «Спартак», привозят медали с чемпионатов России, Европы и мира. Это 2007 года, каждый год, я даже назвать могу, и каждого человека своих, и со школы, и других тренеров, каждый год привозят медали. Чемпион, второе место, в прошлом году третье место у нас, там чуть-чуть засудили, а так, в прошлом году было там три чемпиона мира. Вызов на чемпионат страны получили более 30 дагестанских самбистов. Надежды тренерский штаб возлагает и на загида Гайдарова. Махачкалинец успешно совмещает борьбу в куртке с ММА, однако здесь он еще не достиг главной цели. Гайдаров пока только чемпион Европы. Чемпионов мира еще не стал я, вот сколько выступаю, уже не получается никак чемпионат мира выиграть. Надеюсь, в этом году, хоть у меня, иншала, получится. У нас дружная команда, каждый год у нас всегда, конечно, медали бывают, Мухтар, Расул. Я думаю, вот Расул от тренировки тоже нам очень сильно помогает. Расул очень опытный сам, как спортсмен, как тренер. И, конечно, все тренера тоже, вот, Зайнула, Махач, все тренеры очень хорошо к нам подходят. В конце подготовки у нас собирается, вот, много сборников здесь, все собираются, делаем спарринги, вот, сами вот, готовимся, и вот результат вот. Еще один титулованный самбист в этой команде – Магомед Магомедов. Трехкратный чемпион мира на соревнованиях представляет Москву, но большую часть тренировок проводят в зале «Спартак». Утром вечером мы здесь, вот, осталась неделя перед отъездом, и сейчас уже последние тренировки, сгонка веса, и мы готовы. Я, наверное, уже ветеран сборной, уже лет 10 в сборной нахожусь. Каждым годом тяжелее, молодежь растет, мы уже возрастные спортсмены, нам чуть тяжелее это дается. Ну, здесь много хороших спортсменов у нас. Друг другу помогаем, готовимся и постараемся показать хороший результат. Чемпионат России в Перми стартует 28 февраля и продлится неделю. Курбан Рагимов, Саид Шагидов, телеканал ННТ, Махачкала. На этом у меня все. С вами была Лорианна Шамхалаева. Смотрите нас также в соцсетях. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова